Эта конференция сейчас будет записана. И он расскажет о своем опыте, о применении данного подхода на практике. Вначале расскажу пару слов о нашем учебном центре и далее передам слово Ивану. И пока я начинаю, прошу всех, кто подключился, поставить в чат, какой ваш опыт подготовки и опыт работы в бизнес-аналитике. Если вы только присматриваетесь, еще ничего не знаете в этом вопросе, поставьте в чате нолик. Если обучаетесь, то единичку. И если уже работаете, применяете какие-то навыки в этой области, поставьте двоечку. Так Ивану будет проще сориентироваться, как подавать материал. Итак, поскольку учебный центр специалист на рынке образовательных услуг уже более 30 лет, мы понимаем, что важно нашим слушателям помогать на пути их карьерного развития. Мы разработали такую программу содействия трудоустройству, о которой я сейчас пару слов скажу. Первое, что мы гарантируем, это практика ориентированности наших курсов. То есть сейчас работодателю не просто важно, чтобы вы знали, важно, чтобы вы имели определенные компетенции, имели определенные навыки. Так, я вижу, что нет звука. Пожалуйста, поставьте плюсик, если меня слышно. Елена, если у вас нет звука, попробуйте перезайти. Итак, возвращаюсь к презентации. То есть учебный центр вам гарантирует, что все наши курсы практика ориентированными. И на выходе вы получите не только знания, но и навыки в той области, на которую вы проходите подготовку. Также очень важно правильно быть на рынок труда, быть подготовленным. Здесь мы вас приглашаем на бесплатный курс «Успешный поиск работы и трудоустройства», где наш преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева проводит вебинар. Он проходит с 10 до 17. И вот целый день вы разбираете, как правильно составить резюме, сопроводительное письмо, как правильно общаться, как правильно себя подать. Записывайтесь и участвуйте. Также, кому необходимо получить индивидуальную консультацию, можете записаться ко мне на консультацию по QR-коду, который вы видите на слайде. Также мы проводим различные карьерные мероприятия. Мы приглашаем работодателей, которые рассказывают о вакансиях, рассказывают о ситуации на рынке труда. И что хочу особенно отметить, наши партнеры, которые учат у нас своих работников, то есть те юридические лица компании, они по достоинству оценили уровень подготовки и с удовольствием ждут также наших слушателей, физических лиц, которые отучились на наших курсах. И компании присылают нам вакансии, которые мы размещаем в наших каналах. То есть Телеграм-канал, группа ВК, группа в Фейсбуке, любое выбирайте, подписывайтесь, следите за вакансиями. Эти компании определенно лояльны к нашим выпускникам, с удовольствием ждут их на работу. На этом хочу передать слово Суворову Ивану. Иван, одну секундочку, сейчас передам вам права презентера. Иван, начальник отдела бизнес-аналитики компании Совкомбанк и имеет большой опыт формирования и направления бизнес-анализа, стандартизации бизнес-процессов и выстраивания команд. Иван, вашу презентацию вижу. Вас слышно? Все в порядке? Да, вас слышно, можете начинать. Уважаемые зрители, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, и Иван в конце презентации обязательно на них ответит. Мы оставим на это время. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Меня зовут Суворов Иван. Я являюсь начальником отдела бизнес-аналитики в компании Совкомбанк Лизинг. Хотел бы сегодня с вами обсудить большую, значимую, важную в современном трудоустройстве, в современном в современном мире работы, в том числе с автоматизацией, с IT, с работой над проектами, такую тему, как роль бизнес-аналитика в Скромбанке. Сегодняшнюю встречу я бы хотел провести по следующему плану. Во-первых, познакомимся с вами, я расскажу немножко о себе, о группе компаний Совкомбанк, о нашей компании Совкомбанк Лизинг. Расскажу, что такое Скром, рассмотрим ценности этой методологии, роли, которые в ней есть, артефакты, ритуалы. Затем немножко расскажу о нашем опыте внедрения методологии Скромб в деятельность нашей компании, какие выгоды мы от этого приобрели, с какими проблемами столкнулись. И затем обсудим роль бизнес-аналитика в Скромбанке. И хотелось бы сказать, что наш семинар, наш мастер-класс, наше общение было бы удобно в том числе построить на вашей обратной связи по мере обсуждения этой темы. То есть пишите сообщения. Во-первых, это позволит мне сориентироваться в том, в каком направлении двигаться, в какую тематику стоит раскрыть более подробно. И поскольку все-таки мы будем с вами говорить о гибкой методологии, то подразумевается, что в разных компаниях, в разных проектах роль бизнес-аналитика будет немножко разной. Поэтому в том числе хотелось бы выслушать ваше мнение о том, какой может быть роль бизнес-аналитика в той или иной компании, в той или иной команде. И какой вы в том числе для себя видите роль бизнес-аналитика в скром-команте. Итак, предлагаю начать. Как вам, наверное, известно, Совкомбанк один из крупнейших банков Российской Федерации. Все мы, наверное, видели рекламу карты рассрочки Халва с Константином Хабенским и Сергеем Безруковым. Хочется сказать, что Совкомбанк надежный работодатель, партнер для всех видов бизнеса. Совкомбанк вводит в число системно-значимых банков. В разное время признавался одним из лучших работодателей в народном рейтинге банков в рейтинге работодателей, в том числе по версии Superjob. Хочется отметить, что работа Совкомбанка состоит из нашей приверженности тем ценностям, которых придерживаются все сотрудники группы компаний. Это радость общения, надежные перспективы, энергия созидания, здравый смысл, сервис на знаниях. Немножко раскрою. Радость общения – это работа в душевной и комфортной среде, надежные перспективы – это эффективность процессов и берегливое отношение к ресурсам, энергия созидания, согласно которой мы не боимся много работать, учиться, преодолевать препятствия, решать сложные задачи. Здравый смысл, формулирование своих целей и подход к ним в соответствии с выбранными приоритетами. И сервис на знаниях. Сервис на знаниях – это основа сервиса, экспертные знания, внимание, четкая технология, душевная теплота, в том числе в отношении как сотрудников группы компаний, так и наших клиентов. Наверное, мне, как руководителю отдела бизнес-аналитики, больше всего в данных ценностях ближе здравый смысл и энергия созидания, так как работа бизнес-аналитика, в том числе подходить с точки зрения здравого смысла к тем задачам, к тем инициативам, которые перед нами ставятся, к тем процессам, которые действуют в компании, к идеям сотрудников. Не все из них и не всегда приносят и могут принести и ожидаемый результат, но, тем не менее, необходимо поощрять энергию созидания, необходимо работать в том числе над созиданием, над анализом, над совершенствованием процессов, над совершенствованием вовлеченности сотрудников это автомобиль для бизнеса, для представительских целей или для личного пользования. Компания основана в 2008 году, в 2019 году Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании нашей, и в 2020 году компания приобрела название Совкомбанк Лизинг, и с тех пор начался активный рост рост нашей компании. Перед нами стоят большие амбициозные цели по вхождению в топ лизинговых компаний, увеличению количества продуктов, увеличению количества заключаемых лизинговых сделок нашего портфеля. Это влечет за собой развитие направления бизнес-аналитики, развитие наших проектов, развитие наших процессов, и развитие наших сотрудников, которые занимаются развитием и внедрением в нашей компании бизнес-процессов. Что касается методологии Scrum, для начала скажу, что наш опыт работы по методологии, наш опыт внедрения уже больше года. Связан он с, опять-таки, серьезным ростом, с резким скачком и развитием нашей компании. В определенный момент мы поняли, что работать по старым схемам, по, скажем, одновременной передаче большого количества задач, в том числе на автоматизацию в разработку, одновременной работы над несколькими проектами не приносит ожидаемого результата. И нами было принято решение о переходе на методологию Scrum. Как я думаю, вы слышали, читали, я думаю, вы знаете, что это одна из гибких методологий управления проектами. Хочу обратить ваше внимание, что речь идет не только об автоматизации, не только о работе с IT, мы будем говорить с вами об управлении проектами. Но в, скажем, в моем опыте и в тех результатах, о которых я вам расскажу, все-таки основной фокус я сделаю на методологии Scrum в автоматизации, во взаимодействии с IT. Соответственно, перед вами такая хорошая схема, очень наглядная, которая содержит в себе и основные артефакты, и основные роли в нашей методологии. Но мы к ней чуть попозже вернемся, когда уже будем обсуждать роль бизнес-аналитика. Теперь немножко подробнее о методологии. В ней есть пять ценностей. Первое – это обязательство, которое характеризует действие и интенсивность усилия. Что такое обязательство? В принципе, можно характеризовать это как обязательство действовать как команды. Участники Scrum команды, участники процесса обязуются обеспечить определенные качества, обязуются сотрудничать, учиться, лучшим образом выполнять свою работу и делать это постоянно, каждый день, каждый спринт. Также обязуются стремиться к достижению цели спринта и к реализации проекта. Следующая ценность – это фокус. Соответственно, фокус – это фокусировка на том, что наиболее важно в данный момент. И каждый участник процесса должен сфокусироваться и иметь возможность сфокусироваться на том, в чем у него больше опыта. И имеет шансы стать важным в какой-то момент в будущем. То есть мы фокусируемся на том, что важно здесь и сейчас. Следующая ценность – это открытость. Все участники процесса открыты к сотрудничеству, открыты к, в том числе, открыты к сотрудничеству с заинтересованными лицами, более широким окружением. То есть мы говорим не только про Scrum команду, но и общение с заказчиками, с сотрудниками, с владельцами других процессов, которые могут помочь в реализации тех задач того проекта, на котором мы работаем по данной методологии. Также сотрудники открыты к изменениям, открыты к непредсказуемости, неожиданностям. Поскольку методология гибкая, то в принципе в любой момент у нас может поменяться фокус, может поменяться проект, могут поменяться какие-то важные участия. Нужно быть к этому готовым. Следующая ценность, также очень важная, это уважение. Поскольку методология подразумевает постоянное общение, постоянные встречи, то очень важно с уважением относиться к людям, их опыту, мнению и разности во мнении. В принципе, я бы сказал, что для работы по методологии это одна из основных ценностей. Нужно уважать требования внешней среды. работники работники понимать, что кроме их проекта существуют также другие проекты, другие команды, существуют цели компаний. То есть важно уважать не только себя в команде, но и команду в, скажем, в экосистеме компаний или даже группы компаний, как, например, в нашей. И последняя ценность это смелость. Смелость в, можно сказать, в том числе в признании того, что проект никогда не будет совершенным, никакой план не сможет отразить реальность его и запутанность. Нужно быть смелым в том, чтобы делиться всей необходимой информацией, искать новые пути, признать свою неправоту и поменять направление и, конечно, в том числе принять на себя определенные риски. В методологии Scrum общепринято три основные роли. Это Product Owner, Scrum Master и, собственно, команда. Product Owner отвечает за разработку продукта, его приоритизацию обеспечивает прозрачность, доступность понимания бэклога и взаимодействует с командой и заказчиком. Для работы по методологии Product Owner является важнейшим элементом взаимодействия. Взаимодействие команды, заказчика, команды и руководства. Скажем, это основной наш инструмент коммуникации с внешним миром. В то же время Scrum Master является связующим звеном в работе команды. он отвечает за взаимодействие менеджера команды, отвечает за эффективность команды, устраняет препятствия, которые возникают перед командой в момент реализации продукта какого-то проекта. И непосредственно команда работает над спринтом и отвечает за результат работы по методологии. теперь рассмотрим основные артефакты методологии. Первое это бэклог продукта. Это то, что необходимо выполнить в рамках работы над проектом. Бэклог продукта его конечным результатом то, к чему стремится бэклог это цель. Цель это долгосрочный ожидаемый результат работы команды. После бэклога продукта всегда идет бэклог спринта. Это то, что необходимо выполнить в следующем спринте. Поскольку скрам подразумевает под собой итеративность, как правило, это от одной до четырех недель в зависимости от проекта, от тех целей, которые перед собой ставит команда, то важно не только работать здесь и сейчас, важно планировать свою дальнейшую работу. Соответственно, в этом нам помогает бэклог спринта. Насколько бэклог продукта, можно сказать, что это определенное количество задач, которые нам нужно реализовать в рамках работы над всем проектом. Бэклог спринта это то, что мы будем делать здесь и сейчас и то, что мы будем делать завтра. И бэклог спринта у нас связан с целью спринта. И перед началом работы над спринтом необходимо поставить единственную цель. она может быть любой. Это как реализация определенного количества задач. Допустим, на момент внедрения методологии важно поставить перед собой цель закрыть все задачи, которые планировались к реализации в спринте. И ради этой цели можно взять в работу меньшее количество задач, чем возможности команды. Но цель закрыть. И постепенно можно приучить и себя и команду к тому, что основные цели, которые нам необходимы для работы по методологии будут закрываться. И следующий артефакт это инкремент. Это то, что должно быть реализовано по завершении спринта. И таким образом у нас получается такая круговая схема. То есть инкремент у нас соотносится с целью продукта. То есть перед началом работы над проектом мы должны понимать к какой цели в итоге мы должны прийти. Для этого мы разделяем продукты проект на итерации, на спринты, в которых опять-таки есть своя цель. И затем смотрим, что мы реализовали в спринте и как это все взаимодействует, как это связано с целью продукта, позволяет нам текущий инкремент достичь цели продукта. Далее мы рассмотрим ритуалы скрама. Как я уже сказал, методология подразумевает под собой постоянное общение. Соответственно приверженность тем или иным ритуалам является обязательным элементом для правильной и хорошей работы методологии. Начнем мы с daily. Daily это ежедневные 15-минутные встречи в рамках команды. Важно, что встречи проводятся ежедневно. Они должны быть не более 15 минут и важно, чтобы на них выступал каждый участник встречи. для чего это важно, для чего проводится daily. Все участники команды делятся своими планами, которые у них есть на сегодня и рассказывают о том, что они сделали вчера. Это позволяет понять и продукт оонеру, и членам команды, и скрам мастеру, какие препятствия стоят перед командой. Соответственно, если несколько участников встречи говорят о том, что они встретились с одним и тем же препятствием, то значит продукт оонеру или скрам мастеру нужно сделать акцент на этой проблеме и решить ее в наикратчайший срок, поскольку это мешает работе всей команды. Соответственно, также это позволяет нам скорректировать планы в случае необходимости и понять, в каком направлении мы двигаемся в рамках спринта. Следующий ритуал это оценка бэклога. Довольно продолжительная встреча, на которой команда оценивает бэклог задачи, которые перед ней поставлены. Может это происходить в рамках оценки трудоемкости задач, их сложности. Как правило, встречи проводятся для четырехнедельного спринта на протяжении четырех часов. Например, мы в нашем случае рассматриваем общее количество задач, которые мы берем в спринт, смотрим трудоемкость команды, какие основные приоритеты, какие задачи стоят перед командой и какой должен быть фокус в реализации тех или иных задач во время спринта. И обсуждаем какие-то сложные задачи, на что нам обратить внимание, когда мы начнем работу над спринтом. Следующий ритуал это ревью. Ревью, обсуждение результатов спринта проводится соответственно по окончании спринта, по окончании итерации. Обсуждается те результаты, которых добилась команда, например, количество закрытых задач, обсуждаются сложности, с которыми столкнулась команда и участники, почему не были закрыты те или иные задачи, достигла ли команда тех целей, того фокуса, которые она перед собой ставила. И эта встреча, этот ритуал тесно связан с ретроспективой. Ретроспектива, как правило, всегда идет после ревью. На ретроспективе обсуждается общая ситуация по работе над проектом и она ставит перед собой цель понять, что можно сделать лучше. На самом деле для работы по методологии ретроспектива является самым интересным ритуалом, поскольку слово должно быть предоставлено любому сотруднику, любому участнику команды. Каждый должен высказаться не только о своих достижениях, но и своих неудачах. Существует большое количество методологий и способов проведения этих встреч. И если в команде, в компании есть хороший скрам-мастер, то проведение таких встреч и их участие становится интересным, от этого можно получать настоящее удовольствие каждый спринт, каждый месяц или каждые две недели в зависимости от продолжительности. И планирование спринта, в принципе, это связано с оценкой бэклога, соответственно, на этом ритуале рассматривается то, что мы будем делать в следующем спринте. Расставляются фокусы и цели. Теперь перейдем к ритуалам внутри спринта. Здесь очень хорошая схема, которая отображает в том числе и итеративность и ритуалы. Соответственно, сначала планируется бэклог продукта, затем планируется спринт, его бэклог, по окончании спринта, ну, в зависимости от его продолжительности, проводится ревью, ретроспектива и все заново, до тех пор, пока продукт не будет завершен. Теперь перейдем к пользе, которую мы получили, применяя методологию в рамках нашей работы. Я взял для сравнения период, который прошел с момента внедрения и с начала работы по этой методологии в компании с аналогичным по продолжительности периодом, когда мы не работали по этой методологии. Что хочу сказать? Количество поступивших задач увеличилось на 50%. Количество завершенных задач на 59%. Количество незавершенных задач уменьшилось на 90%. Сократилось также время проработки задач на 102%. И заказчиками являются все подразделения компании. Что можно увидеть из данной статистики? В принципе здесь освещены как плюсы, так и минусы перехода на методологию Scrum. Из плюсов. Работа по методологии позволяет закрыть большое количество задач. Особенно при хорошем планировании, при грамотной оценке и достичь той или иной цели, которую перед собой ставит команда. Важно в момент планирования спринта правильно выстроить цели. То есть не брать количество задач, которые по трудоемкости превышают возможности. Лучше оставить какой-то резерв, какое-то пространство для маневра, особенно на момент внедрения методологии. Также видно, что сократилось количество незавершенных задач. Про завершенные задачи я имею в виду те задачи, которые были приняты в спринт и были закрыты в этом же спринте. К сожалению, не всегда удается правильно оценить задачи, правильно распределить ресурсы. Иногда смещаются приоритеты в компании, в работе над проектами. Соответственно, может сместиться фокус, а какая-то задача останется незавершенной. Как видно из нашего примера, эта ситуация постепенно улучшается, сокращается количество задач. с одной стороны, мы научились планировать спринты, мы научились планировать свои ресурсы, мы научились оценивать задачи и научились правильно давать пользователю обратную связь о том, когда именно X задача будет реализована. Что я имею в виду, для заказчика важно понимать не только, скажем, когда его задача будет реализована, но ему важно понимать, на что ему вообще рассчитывать, то есть условно возьмем ли мы его задачу в следующий спринт или через несколько спринтов. И при работе по методологии мы научились планировать в том числе свою работу, то есть не брать все на себя здесь и сейчас, а научились планировать и растягивать свою работу на несколько итераций. И большим плюсом является увеличение количества заказчиков. То есть в настоящий момент нашими заказчиками являются все структурные подразделения и компания. При начале работы, при переходе на методологию заказчиками как правило являлись руководители структурных подразделений, то есть перед выставлением задачи проходило какое-то длительное обсуждение, большое количество встреч, совещаний, какие-то задачи не выставлялись, поскольку пользователи и заказчики не видели практического эффекта выставления своих задач. То есть даже если они какие-то задачи выставляли, они не были реализованы, откладывались и по мере работы по методологии заказчики, сотрудники компании, руководители увидели, что есть практический эффект отработанной методологии, стали выставлять все большее количество задач и видят от этого практический эффект. Из минусов, ну скажем, те минусы, которые я могу перечислить, это в принципе они же и плюсы, но при переходе на методологию, если по ней работать правильно, то опять-таки вы увидите и большое количество поступивших, совершенных задач, сокращение времени работы, но при скажем повышении практического эффекта потребуется увеличение емкости команды, поскольку задачи будут поступать все больше и больше, потребуются все новые и новые ресурсы на то, чтобы работать над этими задачами, чтобы работать правильно над методологией, то есть нужно соответствовать, во-первых, стандартам методологии, нужно соответствовать ожиданиям заказчиков. на методологию можно перейти, но рано или поздно, если она будет работать правильно, произойдет ситуация, когда количество заказчиков будет настолько велико, что команда перестанет с этим справляться. И, наверное, это опять-таки один из моментов роста компании, роста команд проектных и важно верно оценить свои силы, оценить свои приоритеты, возможно создать еще одну команду, которая будет работать над смежным проектом. То есть путей возможностей много, но путей для исправления. Но такая ситуация является довольно частой. Теперь хотелось бы вернуться к общей схеме методологии и обсудить с вами роль бизнес-аналитика в данной методологии. я столкнулся в своем опыте работы с тем, что в зависимости от компании, в зависимости от команды бизнес-аналитик может выступать в нескольких ролях. Первая, она, наверное, самая понятная, это работа бизнес-аналитика в самой команде. Соответственно, роль, наверное, самая простая, то есть мы выполняем те функции, к которым мы привыкли, работаем с тем функционалом, который знаем. Например, в работе над задачами по автоматизации это взаимодействие с разработчиками, системными аналитиками, с заказчиком, формирование технических заданий, бизнес-требований. Но бизнес-аналитик не всегда является элементом необходимым для скрам-команды. Также бизнес-аналитик может выступать в качестве владельца продукта. Это, наверное, самая тяжелая и самая ответственная роль, которую может выполнять бизнес-аналитик в скрам-команде. Почему? Потому что к роли владельца продукта может приступать бизнес-аналитик уже, скажем, экспертного уровня, с экспертным пониманием того, как в компании выстроены процессы, каким целям ведет компания, к чему она должна прийти в конечном итоге. Владелец продукта должен быть готовым к взаимодействию в том числе с руководством компании, с продукт-оунерами других команд. Он должен формировать бэклог продукта, проставлять приоритеты, согласовывать эти приоритеты. И у владельца продукта большое количество встреч, большое количество совещаний, в том числе по планированию, по созданию бэклога, по согласованию приоритетов. Также бизнес-аналитик может выступать в качестве скрам-мастера. Наверное, это самый редкий сценарий, когда команда только выстраивается, когда еще нет возможности или нет необходимости поиска скрам-мастера как отдельного сотрудника, как человека с отдельной ролью, с отдельным функционалом. Поскольку бизнес-аналитик постоянно взаимодействует с заказчиком, с командой, особенно если мы говорим о работе над автоматизацией, то роль связующего звена между командой и заказчиком для такого человека, для такого аналитика очень привычна. и поэтому на начальном этапе роль скрам-мастера может выполнять бизнес-аналитик, назначать встречи, проводить встречи, фиксировать определенные договоренности, вести канбан-доску и в принципе опять-таки это интересный путь развития для бизнес-аналитика, интересный опыт, поскольку можно развивать свои коммуникативные навыки, навыки работы по методологии скрам, работы с канбандосками, по джайл. И на самом деле хотелось бы услышать или почитать ваше мнение, кем же все-таки может работать, какую роль выполнять бизнес-аналитик в вашем понимании, что ему больше подходит, какой формат, какая роль, с удовольствием почитаю, давайте обсудим с вами этот вопрос. Уважаемые слушатели, можно писать чат или включать микрофончик и задавать вопрос или какое-то может быть мнение высказывать. Может быть у вас есть вопросы к Ивану, также можно писать чат. Я вижу первый вопрос, вот она спрашивает, роль помощника продукта оунара. Да, согласен. Ну, помощник скорее у продукта оунара не всегда есть помощник, не всегда он нужен, поскольку продукт оунар должен понимать во-первых сам продукт, над которым работает команда, должен понимать место этого продукта в цели, которые перед собой ставит компания. Не очень уверен, что, не уверен совсем даже, что продукт оунару нужен помощник, то есть соответственно, если, да, конечно, можете голосом прокомментировать. Мне кажется, голосом гораздо удобнее, чем комментарии. Олеги, всем добрый вечер. Как меня слышно? Все ли в порядке? Отлично. Отлично слышно. Да. Иван, спасибо вам за отличную презентацию по поводу скрама, я думаю, для тех участников, кто не знаком с преймворком, это будет полезно. Я, на самом деле, отвечала на ваш вопрос, кем может быть бизнес-аналитик, и того, может быть, либо в роли владельца продукта, как вы сказали, либо в роли, когда я писала помощника владельца продукта, подразумевала, что это, если бизнес-аналитик один из участников команды, то, ну, по крайней мере, в наших командах это так. Я работаю в компании, в которой много скрам-команд, и, как следствие, есть различные варианты в разных отраслях и в России, и в Казахстане, и в Беларуси. Но смысл в том, что владелец продукта, если команда большая, либо если он руководит продуктом, над которым работают несколько команд, он просто физически не успевает формировать бэклог, он физически не успевает, может быть, до конца правильно описывать критерии успешности к тем или иным пользовательским историям при интервью с заказчиками. Ну, и как следствие, вот тут роль бизнес-аналитика может ему помочь, ну, опять же таки, описывая либо пользовательские истории, либо работая с бэклогом. Вот. Ну, это мой комментарий относительно вашего вопроса. Но у меня к вам есть вопрос. Да, спасибо большое. Да, конечно. Есть вопрос. Три вопроса. Давайте с первого начнем. Первый вопрос – это как же все-таки сейчас у вас выстроена эта система? Я так понимаю, что вы работаете в роли руководителя отдела бизнес-аналитики, да? Наверное, у вас несколько бизнес-аналитиков, и я так понимаю, что у вас все-таки такая полуматришная структура, да, то есть у вас шерятся бизнес-аналитики на несколько команд, но они все условно сидят с вами и подчиняются вам, а не работают в командах на фулл-тайм. Да, это так? Или как у вас? Ну, у нас система несколько иначе. Мы пока не работаем над проектами по методологии, мы работаем над задачами по автоматизации в рамках методологии. Соответственно, немножко другое направление. В частности, если приводить нашу компанию в пример, да, и рассказывать о нашем опыте, о своем в том числе, изначально я выполнял, ну, можно сказать, три роли, как бы ужасно это не звучало. Я был и аналитиком, бизнес-аналитиком внутри команды, я был и скрам-мастером, и при этом отчасти владельцем продукта. То есть, приходилось внутри команды выполнять такой очень широкий функционал, это занимало практически все мое время, нужно было и формировать бэклог, и принимать задачи в спринт, и взаимодействовать с командой, проводить встречи. Сейчас постепенно я выполняю роль, наверное, 50 на 50 владельца продукта и скрам-мастера, то есть, я провожу все встречи, но при этом с помощью руководства формирую те приоритеты, которые поставлены перед нами в рамках работы с спринтами и оцениваю бэклог и сам спринт. То есть, скажем, я не формирую его самостоятельно, но я проставляю приоритеты внутри спринта и довожу его до нашей команды. Понятно. Ну, из того, что я услышала, у вас получается скрам не внедрен пока как таковой, как фреймворк. Ну, потому что... Ну, внедрен в рамках одной команды, скажем так, и эта команда работает на автоматизации наших бизнес-процессов. По проектам, опять-таки, у нас больше приоритет на автоматизацию, поэтому, так или иначе, в какой-то период времени все наши основные потребности, все наши основные проекты приходят к нам под нашу методологию. Да, поняла вас, поняла. Ну, соответственно, автоматизация до тех процессов, которые там есть у вас для совкомбанд-лизинга. Да, все верно? Да, все верно, все верно. И второй вопрос, вы сказали фразу о том, что там когда-нибудь, например, если бизнес-аналитик в роли скрам-мастера, то он помогает или там заполняет канбанд-доски, ну, или скрам-доски, да, зависимость от рефигурации. У вас это так? То есть у вас задачи в скрам, ну, в каком-то борде выставляет кто-то один, а не все участники команды? Да, у нас выставляет их один человек. Связано это в том числе потому, что если у нас формируется бэклог, согласовываются приоритеты, согласовывается трудоемкость на этот бэклог, далее формируется спринт. И, соответственно, гораздо проще одному человеку, ну, в данном случае это может быть владелец продукта или скрам-мастер, ну, в данном случае это я, поскольку я совмещаю, я и заполняю канбан-доску и довожу до нашей команды те задачи, которые мы должны взять в рамках работы. Мы работаем в Trello, разделяем задачи по их статусам, ну, соответственно, это то, что у нас в бэклоге, то, что в разработке, на тестировании, в зависимости от того, какое тестирование, да, это может быть техническое или бизнес-тестирование, где у нас есть замещания, что планируем к переносу на рабочие базы. И очень удобно, очень хорошее визуальное отображение, поэтому, в принципе, всем рекомендую. Не забывать использовать канбан-доску, но особенно с учетом работы удаленно, это очень удобно, у всех всегда есть доступ, есть возможность карточки переместить, не надо подходить к доске в офисе и переклеивать эти карточки. Ну, на самом деле, я думаю, что да, Trello, Jira и другие продукты Atlassian, они достаточно распространенные, поэтому здесь, я думаю, что у многих участников вебинара чего-то да есть. А знаете, третий был вопрос, ну, услышала, все-таки у вас не до конца, да, сформировал, ну, говорю не до конца, потому что в классике фреймворка все-таки, когда мы говорим о том, что он внедрен, это значит, что уже есть отдельные роли, там скрам-мастера, владельца продукта и команда отдельно работающая. И почему спросила про задачи, потому что, кто их пишет на доску, потому что как раз одна из задач скрам-мастера это сделать так, чтобы все участники команды были на 100% увлечены в процесс и, знаете, и немножко, ну, скажем так, самостоятельно работали с досками и в целом умели и даже если нужно дописывать какие-то элементы в бэклог продукта, да, ну, для того, чтобы было понятно, что они погружены не только в техническую часть, но и в продуктовую. Ну, это такой, один комментарий, скорее уже из опыта. И третий вопрос, вы говорите о том, что у вас, ну, вы там сейчас такой многофункциональной у вас роль, вы работаете с задачами. Во время пленнинга вы просто рассказываете команде, что нужно делать или команда может повлиять на то, какие задачи они возьмут, спринт, какие не возьмут, в зависимости от инкремента, там, от цели спринта, как это у вас реализовано? Нет, у нас, конечно, команда может повлиять. Во-первых, зависит от от трудоемкости, от способности команды. То есть, у нас каждый спринт иногда бывает разное количество часов, которые может команда посвятить работе над проектами, может посвятить разное количество часов автоматизации. Соответственно, перед пленнингом мы проговариваем, ну, и на самом пленнинге то количество часов, которые можем посвятить. Также есть определенные проекты, которые, ну, скажем, это внутренние технологичные процессы, которые необходимо выполнить нашей команде разработки для Для реализации. И важно на пленнинге опять-таки проговорить какие-то архитектурные моменты, проговорить очередность принятия задач, поскольку мы больше работаем с автоматизацией, то нам важно понимать очередность задач, чтобы прийти к тому результату, к которому мы рассчитываем. И важно проговаривать архитектуру. Поэтому, конечно, наша команда может повлиять на бэклог. Она может сказать, что вот эту задачу мы реализовать не можем, поскольку для ее реализации требуется выполнить еще три. И общий ресурс команды не позволит реализовать вот именно это направление, скажем, автоматизации в рамках текущего спринта. Это нужно переносить на следующий. Или начать в этом, декомпозировать эту задачу на несколько, опять-таки их оценить и переносить, или что-то реализовать в этом. Ну, понятно, да. В принципе, такой классический вариант. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . В том числе. в том числе архитектуре. В том числе архитектуре перед приемом Sprint. Но они согласуются, скажем, нашим начальником отдела разработки. А у разработчиков могут возникнуть дополнительные вопросы. Во-первых, это более детальная проработка и хорошая коммуникация. Наверное. Ну да. Наши рецепты. Да. Поняла. Спасибо большое, что так развернуто ответили. Просто как раз вот это такой тоже комментарий из опыта. Как раз если бы во время планирования Sprint Planning митинга, который проходит перед самим Sprintом, если бы на нем присутствовали все участники команды, ну то есть, например, согласовывал ту же архитектуру не там босс разработчиков, а именно тот человек в команде, который непосредственно работает над этим продуктом в этот момент времени, он бы мог в процессе задать все вопросы и, в общем, обычно все эти моменты, по крайней мере у нас, они выясняются на планининге. И благодаря этому потом не возникает каких-то, ну может быть, непонятных вопросов в процессе Sprint. Но на самом деле это классно, что вы пришли так, видимо, итеративно, да, тоже к эволюции команды, потому что это очень ценно, и я думаю, что если в таком начале пути, то дальше будет даже больше. Да, мы просто в какой-то момент решили, что нам уже нужно переходить на методологию, и мы решили перейти с тем, что у нас есть, с той командой, что у нас есть, с теми задачами и научиться работать, чем сначала выполнять какую-то длительную подготовку, в том числе заказчиков, разработчиков. Угу. Поняла. Спасибо вам. Ну да, фреймворк сам по себе, он в принципе на это рассчитан. Да, спасибо большое. Коллеги, спасибо за возможность сказать голосом. Анна, спасибо. Не могу оставить незамеченным как-то ваше присутствие, что к нам подключилась Анна Колесникова, преподаватель наших курсов по гибким подходам и управлению проектами, компании, которая обучает внедрению фреймворка Scrum и также владелец продукта и Scrum мастеров. Самодействующий продукт-онер и бизнес-тренер и консультант. Анна, спасибо большое. Рассекретили меня, я не планировала. Я просто сегодня как слушатель. Спасибо за возможность и вам спасибо вам за доклад, за опыт. Это всегда очень ценно, когда есть возможность услышать опыт компании и команды, с кем еще не сталкивались. Спасибо. Да, вам спасибо большое. Иван, предлагаю сказать, может быть, пару слов про вашу команду. Может быть, какие-то есть позиции, которые сейчас вакантные? Да, конечно. У нас вакантная позиция, во-первых, это младшего бизнес-аналитика в команду в отдел бизнес-аналитики. В принципе, мы рассматриваем функции не только младшего аналитика, это может быть и ведущий аналитик и Scrum мастер. Все зависит от опыта, все зависит от того направления, в котором мы будем двигаться. Но в настоящий момент мы готовы рассмотреть на вакансию младшего бизнес-аналитика. Соответственно, что касается функционала, то это взаимодействие с заказчиком, проработка бизнес-требований на автоматизацию, тестирование вместе с заказчиком и в том числе работа над проектными задачами по автоматизации. Ссылка на вакансию, да, есть. Ольга, подскажите, пожалуйста, как нам ей поделиться? Я думаю, что, Анна, мы обязательно пришлем ссылочку вам сразу после семинара, чтобы Анна поделилась в agile-клубе для наших выпускников центра. И, уважаемые слушатели, также ссылочку можно будет найти в нашем разделе на сайте вакансии в наших группах. Итак, уважаемые слушатели, если есть у кого-то еще вопросы к Ивану, тогда напишите, пожалуйста, в чат. Я буквально хочу сказать несколько слов про ту подготовку, которую осуществляет наш учебный центр по тому направлению, о котором мы сегодня говорили. То есть у нас очень широкая линейка курсов. И если вас заинтересовало данное направление, но вы не имеете достаточной подготовки, обратите внимание, что у нас есть как дипломная программа, которая с нуля до профессионала позволит вам подготовиться к ведению деятельности в области бизнес-аналитики. Также у нас есть и отдельные курсы, которые также ведет Анна Колесникова, например, которая сегодня выступала. Есть и отдельные курсы, и также есть комплексные программы, которые включают в себя такую комплексную подготовку сразу несколько курсов. Обратите внимание, можете, если бы вас заинтересовало, обратиться к нашему менеджеру и уточнить стоимость с учетом ваших индивидуальных скидок, может быть, с учетом какой-то прохождения онлайн, ночной или в режиме вебинара. Так, смотрю чат, к сожалению, в чате не вижу вопросов. Иван, тогда хочу на этом вас поблагодарить за очень развернутое представление, за то, что вы поделились опытом. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате для тех, кто заинтересуется, может быть, контакты, e-mail, куда можно выслать резюме. Да, конечно, конечно, пишу. Мы обязательно пришлем и везде разместим, чтобы они были для вас доступны, уважаемые слушатели. Тогда на этом останавливаю запись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...